Пьяный водитель не справился с управлением и на полном ходу протаранил два автомобиля во дворе жилого дома по улице Белышева. К большому счастью, в тот момент на парковке не было ни детей, ни взрослых. Подробнее о происшествии – наш следующий материал. Водитель Тойоты Хайлюк спускался вниз по Крымскому проспекту и, не вписавшись в поворот, налетел на бордюр. После чего у джипа лопнуло левое переднее колесо. И автомобиль на полном ходу протаранил припаркованный у дома по улице Белышева 7 Ситроен. От удара легковушку развернуло на 90 градусов. После этого, как говорят очевидцы, водитель джипа намеревался покинуть место происшествия. Для этого рулевому необходимо было сдать задним ходом. Однако этот манёвр для водителя джипа оказался невыполнимым. Автомобилист зацепил задним кузовом джипа ещё одну припаркованную машину – Хонду Инсайт. После этого мужчина успокоился, заглушил свой автомобиль и решил больше не совершать опасных манёвров. Посмотреть на данное автопроисшествие сбежали жильцы рядом стоящих домов. Очевидцы сразу же вызвали стражей порядка. К месту ДТП вскоре прибыли автоинспекторы. Уже на месте стало ясно, что виновник аварии явно находился в состоянии алкогольного опьянения. «Влетел сверху. Вот этот Ситроен стоял лицом к нам, к дому. Он, получается, не справился, видимо, с управлением. И взлетел на бордюре и положил перед багажник Ситроена. И он с большой скоростью, получается, вот его и развернуло полностью. Но он пытался выехать и задел фонду серебристого цвета». Виновник ДТП не стал отрицать свои вины и сразу признался, что пил перед тем, как сесть за руль. Поскольку водитель джипа находился под градусом, хозяева разбитых машин начали беспокоиться насчёт получения страховых выплат. Однако, по мнению специалистов, повода для переживания у них быть не должно. По всей видимости, волноваться теперь нужно виновнику произошедшего. Ведь после этой аварии мужчина на несколько лет станет пешеходом, а его автомобиль проведёт некоторое время на штрафстоянке.